Добрый день всем, я Татьяна Богданова из Бердянска. Принимать продукты я, конечно, начала совершенно случайно. Меня, грубо говоря, подсадила на них дочь. Прислала продукты и сказала, пей, чтобы ты была молодая, красивая и здоровая. Я ей сразу не поверила, честно вам говорю. Но так как дочь прислала, думаю, плохого она мне не пожелает. Я, конечно, начала пить. И результаты, они меня настолько удивили, что я... Ну, удивили, я даже вам могу сказать, это ничего. Во-первых, у меня был полный букет диагнозов. Но они как-то начали куда-то деваться. Я начала легко подниматься на пятый этаж. Хотя раньше два раза останавливалась, пока поднималась. Я спокойно стала спать ночью. Меня перестали беспокоить головные боли, сердечко. Что в нашем возрасте часто брахлит. Тоже я за него забыла. Оно стало спокойным, веселым. Настроение улучшилось. Я меньше стала ворчать на мужа. Мужу это позже понравилось. Я, конечно, очень благодарна. Возраст. Раньше я стеснялась говорить. Теперь не стесняюсь. Мне седьмой десяток. Спасибо. Это все благодаря моей дочери. Она стала теперь у меня наставником. Оксана Христенко. Она сейчас в Израиле, к сожалению, с нами не может присутствовать вживую. Но я от нее вам всем передаю огромный привет. Если бы она была здесь, это хохотушка, веселушка. В общем, я очень рада, что у меня такая дочь. Но еще я благодарна за то, что она нашла своего наставника. Это Лилю Козарезову, которая нас, спасибо, Лилечка, нас подняла. Ну, для меня это, да, спасибо ей огромное. Она большая умничка. У меня началась новая жизнь. Я ушла на пенсию, я считала, что все, жизнь прекратилась. Я даже никому из родных не говорила, что, ну, мои дни сочтены. Теперь я вам говорю, что вот этот возраст, как чертили три, я не согласна, что это три деления, четвертое есть. Японцы живут до 120, вот мы с мужем поставили такую цель, 120. И вот это у нас начало второй половины жизни, активной, активной. И вам, молодежь, я вам просто завидую, что вы в нашей компании. Я уже говорю в нашей с гордостью, потому что я рада, что я в такой компании. Я узнала, что такое успешные люди. Я поняла, что такое жизнь настоящая. Вот теперь я живу намного веселее, интереснее, чем это было в молодости. Все мои мечты начали исполняться. Я даже подошла вот к этому зданию, и я поняла, что вот, вот она, дверь открывается, мою новую жизнь. И не просто открывается. Я не одна иду, я веду с собой мужа. И мы очень, очень рады этому. Спасибо огромной компании за то, что она есть. Спасибо, Татьяна. Я вижу ваше фото. Здесь у вас ваш результат по весу. Сколько у вас минус? Минус 16 килограмм. Отлично. Идя по концепции здоровья, можно получить вот такой приятный бонус. Итак, идем дальше. Швец Светлана. Пожалуйста, ваш результат. Добрый день всем. Меня зовут Швец Светлана. Мне 57 лет. Хорошо. Мне 57 лет. Днепропетровская область, Украина. Я поделюсь с вами сегодня самым ярким результатом, который был у меня. У меня долгое время был лишний вес. Цифра достигла 96 килограмм. И долгое время меня почему-то это все устраивало, пока не начались проблемы по здоровью. Это высокое давление постоянное. Это болели ноги, колени. Постоянная усталость. Не было совершенной энергии. Я поняла, что нужно что-то менять в своей жизни. Мне что-то искать. Я пробовала много методов. Что-то применяла. Но результата такого желаемого не получала. Узнала о концепции здоровья. Пошла по концепции здоровья. Эти последовательные простые шаги привели меня к хорошему, прекрасному результату. Я за определенное время снизила вес на 30 килограмм. Ну и, конечно, мое самочувствие. Это отлично. Я себя прекрасно чувствую. Я забыла, что такое высокое давление. Я с легкостью, с радостью двигаюсь. У меня, конечно, не болят ни ноги, ни колени. У меня много энергии, бодрость. И что еще очень важно, я с удовольствием смотрюсь в зеркало. Ведь размер одежды я поменялась с 54-го на 48-й. Но я продолжаю жить по концепции здоровья. Это мой стиль жизни сегодня. Спасибо, Светлана. Какие ваши любимые продукты сейчас? Скажите, Светлана. Ваши любимые продукты сейчас? Я иду по концепции здоровья. Постоянно что-то каждый месяц разное и разное. И детокс, и коловада нравится. В общем, и паразитарка. В общем, я все эти программы постепенно, каждый раз новую. И не ухожу от концепции здоровья. Отлично. О чем это говорит? Если мы пропишем себе календарь здоровья на целый год, то мы можем получить прекрасные результаты. Поставьте себе цель. Вот каждый месяц какую-то получить хорошую полезность для своего здоровья. Ведь у нас у каждого есть какая-то проблема. Знаете, здоровых людей нет полностью. Есть недообследованные. Поэтому будем с этим совсем мириться дальше. Итак, давайте мы вперед будем приходить, чтобы балкон нас видел. Представьтесь, пожалуйста, и Ваши любимые продукты. Добрый день. Меня зовут Ирина Захарова. Я из города Сумы. Вы знаете, моя жизнь, как у многих из нас, поделилась на два этапа. Это жизнь до Кораллового клуба и жизнь вместе с Коралловым клубом. Ну и поскольку я уже девочка не очень юная, то к своему времени я накопила много проблем. И больше десяти лет назад я решила сейчас много проблем, но я поделюсь с вами ярким результатом, и над которым я еще работаю. Больше десяти лет назад я узнала о том, что у меня проблемы со щитовидной железой. Я, как многие наши люди, доверяла докторам, выполняла все рекомендации эндокринолога в течение семи лет, чуть больше, чем семь лет. Я регулярно проходила анализ УЗИ, сдавала анализы, проходила УЗИ. Все эти документы у меня есть. И когда чуть больше семь лет прошло, и мне эндокринолог сказала, что результатов нет, надо делать операцию, щитовидка выращивает себе какие-то узлы, узлы эти постоянно растут. То есть, как я поняла, результата нет. На тот момент я уже была членом Кораллового клуба, я эпизодически брала какие-то баночки, хотя знала о концепции здоровья. И вот по прошествии семи лет я сказала своей щитовидке, стоп, мы будем жить с тобой по концепции здоровья. Я, естественно, не решилась на операцию. Я убрала все рекомендации эндокринолога на свой страх и риск, и мы стали жить по концепции здоровья. Когда через год в очередной раз я пришла на результаты, на сдачу анализов и на УЗИ, моя доктор посмотрела на меня внимательно и спросила, а что вы делаете? Я, честно говоря, немножко испугалась. Она говорит, все нормально, узлы уменьшаются, продолжайте делать то, что вы делаете. Сегодня я продолжаю каждое лето, я летом это делаю, летом продолжаю удивлять моего доктора. На сегодня у меня три результата УЗИ, которые говорят о том, что узлы уменьшаются, некоторые исчезли совсем, и вы знаете, я счастлива. Мы живем с моей щитовидкой. Я не знаю, что говорили ей продукты нашего клуба, моей щитовидки, но она с ними согласилась. Поэтому сегодня мы живем по концепции здоровья, и когда мы полностью восстановимся с ней, я вам обещаю вывести все результаты на большой экран, и вы будете счастливы вместе со мной. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо большое, Ирина. Вот сколько людей с такой подобной ситуацией есть, поэтому записывайте эти результаты, делитесь с другими людьми. У кого есть результаты, спасибо большое, на балконе. Про любые продукты у меня не спросили. А я так хочу сказать про любимые продукты. Какие ваши любимые продукты, которые вы используете ежедневно? Ежедневно. Кроме концепции здоровья это уже не обсуждается. Вы знаете, я очень люблю лицетин, я его ем банками. Я просто вот как маленький ребенок видит конфетку, так я реагирую на лицетин. И спирулина, вот ну просто. Ну и люблю все. Накормили свою нервную систему, молодцы. Обращаюсь к балкону. Если у вас есть очень яркие, красивые результаты, поделитесь, пишите в чате, какие получаете вы результаты. А мы все продолжаем писать и идем дальше. Пожалуйста, представьтесь и ваш результат. Добрый день, Next. Я Татьяна Рищенко, Италия, 53 года. У меня огромное количество потребителей. И вот каждый следующий, который приходит, говорит, я хочу решить вопрос по такой-то проблеме. Я говорю, о, у меня это было. Сейчас расскажу, есть практика. Другой диагноз. У меня это было. Сейчас расскажу, у меня есть практика. То есть у меня такое огромное количество результатов, что их пересказать просто за день невозможно. Самый яркий, самый огромный результат, с которого началось самоизлечение моего мужа, это мой коленный сустав. Я, кстати, на прошлом Next об этом рассказывала. У меня был неврит малоберцевого нерва. Если кто-то медик понимает, что это такое, это разрыв нерва, стопа болтается. То есть работать я и не могла. Что повлекло за собой нарушение? Как правильно выразиться? Ну, в общем, мой вестибулярный аппарат нарушился, повлекло за собой осложнение, потом пошла, образовались рассеянные грыжи на позвоночнике и так далее, и так далее, и так далее. В общем, было очень сложно. И случилось так, две операции на колени, и мне профессор в Италии, вторая операция была, сказал, можете потихонечку проходить до конца ваших дней, а может так случиться, где-то неправильно стали, и все, протез. То есть это уже инвалидность стопроцентная. И это случилось в конце 2018 года. Я три месяца уже была в Корале тогда. Я уже была в Корале. И когда я обратилась к профессору, он сказал, операция однозначно, это была в Украине, я вернулась в Италию 7 января, мы тоже идем к профессору, он говорит, только операция. Но я уже на тот момент третью неделю пила наши продукты. Мне прописали список. Я взяла все, что мне написали, и пила в больших дозах. И я уже видела результат. Я сказала, нет, я пойду по этому пути. Подождите. Через полгода, через полгода я встала на каблуки, которые не одевала 30 лет. Вот это мой самый яркий результат. И когда я получила результат, и этот результат увидел мой муж, первое, что он сказал, и что? Мне всю жизнь еду воду пить. А я говорю, а что лучше, воду или таблетки? Он говорит, ну давай попробуем. А он у меня диабетчик. И у него сейчас потрясающие результаты. Потрясающие. Спасибо. А, кстати, кстати, по любимому продукту. Я вложилась в мое время, поэтому могу еще минутку задержаться. У меня тоже часто спрашивают, ваш любимый продукт. И я отвечаю, представьте, что у вас 5 детей, у кого нету, представьте. И вас спрашивают, назовите самого любимого. Вы сможете выбрать? Нет. Вот и у меня они все любимые. Благодарю. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Дело в том, что концепция здоровья позволяет нам вот такие создать условия в организме, благодаря которым он будет восстанавливаться сам. Вот все, что нужно сделать, создать условия. То, что вот эти прекрасные люди делятся информацией и рассказывают нам, насколько это правдиво. Представьтесь, пожалуйста, я знаю, что здесь будет результат по деткам. Поэтому пишем результаты. Добрый день всем красивым и счастливым участникам NEXT. Меня зовут Елена, 45 лет, я из Ужгорода. У нашей младшей дочери с самого рождения было очень много проблем со здоровьем. Сразу из роддома госпитализация, антибиотики, инфекционные заболевания кожные, два годика астму поставили, аллергии, сильнейшие реакции до анафилоксии. Нам врач приписывали гормоны, антибиотики, рекомендовали ходить со шприцом андредолина, потому что реакции были сильнейшие. И для меня это было как, когда мы едем с Ужгорода на Киев, мы проезжаем горные туннели. И вот жизнь до прихода в клуб, это было как черный-черный-черный туннель, жизнь в полной жести. И приход в клуб – это яркий свет и ответы по здоровью. Кардинальные изменения, следуя по уникальной, эффективной и просто волшебной концепции здоровья. Мы забыли о ежемесячных реанимациях, больницах, ингаляциях. Мы везде с этим ингалятором ездили. И я бесконечно благодарна основателям компании, нашей структуре, нашим лидерам за эти кардинальные и прекрасные изменения в здоровье всей нашей семьи. Здоровья, успехов и любви всем. И наш любимый продукт детский – коллоидное серебро. Незаменимый продукт, прекрасный. Ушки, носик, глазки отекают, в рот пшикать, инфекцию убивать внутри клеточек. Очень его любим. И поскольку у младшей дочери были проблемы с расщеплением белков, и нам не могли помочь, просто они не расщеплялись. А ассимилятор прекрасно решает эти проблемы. И у ребенка больше нет этих реакций ненормальных. И она кушает, радуется жизни, и она здорова. Спасибо. Спасибо большое. Вот чем раньше мы научим своих детей пить правильную воду? Постоянно делать им регулярные антипаразитарные программы, вот такие мини-очистки. Добавлять клеточное питание, чтобы убрать все дефициты. Тем крепче будет здоровье наших детей. Продолжаем дальше. Пожалуйста, приглашаю вас. Представьтесь, пожалуйста, и ваш результат. Здравствуйте всем. Меня зовут Алена Панова, мне 47 лет, я из Днепра. И я буквально являюсь как бы дубликатом вот этой истории, которую вы прослушали только сейчас, с той разницей, что к нам проблема аллергии и астма, она пришла с трех месяцев. Да, сразу были красные щечки, я же как обеспокоенная мама помялась к врачу. И что получила? Жесткую диету для себя, для ребенка антигистаминный сироп. Но ситуацию это не решила. Все только ухудшалось, ухудшалось, пятно становились больше. И их было больше, они были мокнущие. Куда я только не бросалась. Мне показалась гомеопатия. Выход, наконец-то, зажила у нее кожа. Мы только вот с облегчением все выдохнули, и у нас начался кашель. Кашель, который был, мы думали, ну бронхит, потом это было на холод, на перья, на шерсть животных, которые у меня были тогда все только на расстоянии. И после очередного ОРЗ к этому кашлю прибавилось еще и удушье. И так, опять же, врачи, и мы получили свой первый гормональный баллон. Ну, вроде как сразу облегчение на неделю. Потом эти периоды становились все короче, короче, короче. И в итоге, да, и у нас тоже были ингаляции, эти многомесячные курсы. И самое страшное, эти были ночи. Ночи, потому что ты не знаешь, когда это все может случиться. Ты постоянно бегаешь, слушаешь ребенка. Дышит он, не дышит он. Что с ним? То есть нервы, извините, жизнь на пределе. И при этом ты пытаешься сохранять лицо, потому что твой ребенок тебя видит. Ну, а мой ребенок умнее меня. И этот ребенок, когда ему было плохо, когда она не могла дышать, она улыбалась, она говорила, мама, это все проходит, ты не переживай. Честно, я не знаю, сколько бы вот это все хождение по кругу, простите, продолжалось. Если бы у знакомого, опять же, от астмы не умерла жена. Молодая женщина, чуть больше сорока. Двадцать лет астмы и баллон, вот он, он мне помог. У меня взрыв в голове просто был. Куда я иду? Что я делаю со своим ребенком? Чем это закончится? И вот тогда какой-то, я не знаю, мега-поезд включился. И слава богу, коралловый клуб. Моя Дианочка Ткаченко. Концепция, да, концепция пошла на ура. Всей семьей, потому что ребенок должен видеть поддержку. Мы учились все вместе пить воду. Детокс, да, вот сразу говорю, детокс наш любимый продукт. И когда мы зашли вот уже на нашу паразитарную программу, через неделю у меня вся жизнь пронеслась вот такая ускоренная перемотка в обратную сторону. Сразу эта жуткая слизь ночами, она не могла дышать. Потом кашель, потом зуд. А потом мы начали спать. Вы не поверите, какое это счастье? Просто спать по ночам. И я рискнула. Да, опять же, любимое серебро, H500, кора наша незаменимая. И мы отказались. Вот уже буквально через неделю у паразитарки я рискнула, я отложила баллоны. И с декабря прошлого года мы не пользуемся гормонами. А еще грандиозное для меня это было событие, когда мой ребенок впервые за 11 лет жизни, два месяца провел в селе у любимых бабушки и дедушки, без лекарств, без гормонов, котики, собаки, козы, да все что угодно. Купаться в речке, да сколько хочешь. И вот за это я благодарна компании, за то, что я спокойна и уверена в жизни своего ребенка, всей своей семьи. Я благодарю компанию за ее продукт, за концепцию и за этих замечательных людей, которые есть теперь в моей жизни, которые есть действительно моей огромной семьей. Благодарю. Спасибо, Аль. Супер результат. Все записали. Как часто мы ходим по кругу в больницах от одного врача к другому, и ничего не меняется. И лишь по концепции здоровья человек получает хороший стойкий результат. Да, это не приходит сразу. Да, это не за один месяц. Не за три месяца. Но это будет. Нужно идти маленькими шагами к большой цели. Она будет обязательно. Это стоит этого. Это к вопросу, когда говорят, это дорого или недорого. Сколько стоит здоровье детей Алены, да? Сколько это стоит? Это бесценно. Поэтому делитесь этой информацией. Вот говорю прям мурашками. Пожалуйста, ваш результат. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Чайка Зина. Мне 42 года, я из Днепра. В Корале мы с мужем... Меня познакомил муж с Коралловым клубом. Он искал проблему решения своих проблем по здоровью. А у меня была постоянно хроническая усталость, плохое настроение, плохой сон. Ну, постоянно. Постоянно день Х постоянно продолжался. И за этот год мы прошли... Я прошла два раза концепцию здоровья. Улучшился сон. Сейчас я сплю хорошо. Хорошее настроение. Много энергии. И как бонус у меня было много попелом на шее. И на глазу была большая. Я уже искала врача для удаления. Они все просто пропали. Осталось буквально пару штук. Это все ушло. Ну, на шее было очень много. Маленьких и побольше. Просто гроздьями это все было. Сейчас вообще ничего нет. Поэтому могу только рекомендовать. Спасибо всем. Какие основные продукты вы использовали? Полностью концепция. Детокс, Порошилд и Калавада. Питание клеточное подключали? Да. Омегу, спирулину. И внутри ПЭК тоже проходили. Отлично. Спасибо большое. Вот что значит комплексное решение. Берем коробочки. Вот некоторые работают как. Сначала пьем розовенькую коробочку. Потом там фиолетовую коробочку. Потом такую коробочку. Очень просто. Очень просто объяснить человеку, как пользоваться концепцией здоровья. Врачи уже все собрали. Даже если вы не врач, вы не понимаете, как сделать программу. Мы когда начинали 15 лет назад, этого не было. Были определенные просто баночки. Сейчас компания позаботилась о нас. Она сделала все возможное, чтобы мы легко пользовались продуктом и делились этой информацией дальше. И, пожалуйста, приглашаю вас. Пожалуйста, представьтесь и ваш результат. Всем здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Мне 30 лет. Я из города Николаев. И можно следующий слайд? Это мне 29 лет. И мой вес больше 100 килограмм. И целый букет проблем. Это повышенное давление, головные боли, усталость, раздраженность. Но одна из самых главных проблем – это с которой я жила и 13 лет. Нерегулярные и обильные критические дни. Я чудом забеременела первым ребенком. И как врачи обещали, что после рода все закончится, но все началось сначала. С концепцией я познакомилась в апреле этого года, но я яркий скептик, и я долго в это не верила. Потому что, ну, я всю жизнь жила на гормонах. Что мне, кроме гормонов, может помочь? Я 4 месяца наблюдала, думала и все-таки решила от безвыходности. И моим удивлением было, было то, что первые результаты я получила сразу же после детокса. То, что ушел вес – это хорошо. К концу детокса у меня пошли нормальные критические дни, которых не было никогда у меня в жизни. Но я думала, окей, может это совпадение. И такого не может быть первый месяц помочь. Но скажу вам, что сейчас я не прохожу очистку, я просто пью некоторые клеточные питания, и у меня все стабильно, отлично. И я себя просто прекрасно чувствую. У нас впереди главная цель – это вторая беременность. И я верю, что мы к ней скоро придем. Замечательно. Спасибо, Татьяна. Действительно, подготавливайтесь к беременности. И вы, и ваш муж, и тогда ваш ребеночек будет абсолютно здоров. Идем дальше. Так, Аня, пожалуйста, ваш результат. Здравствуйте всем. Вот я не знаю, как после всего того приехать домой и сказать, нет, мы больных не лечим, мы занимаемся только здоровыми людьми, и у нас только концепция для здоровых, потому что я изначально тоже пришла в Коралл полечиться. Грибок на коже был, который гормональными мазями ничем не выводится. Но это как бы не тот результат, от которого я два года здесь на сцене стояла и ревела в роли ведущей по теме результатов. Самый важный мой результат – это с 14 лет, когда ты живешь на диклофенаке и на кетанове, потому что когда у тебя критические вот эти женские все наши штучки, прелести, ты теряешь сознание от боли, потому что ты их не можешь терпеть. За 8 месяцев концепции здоровья это решилось полностью. За 9 лет в медицине никак не решалось, но только было одно предположение, как бы родить. Внешне это, конечно же, рост волос, это, конечно же, очищение кожи, это, конечно же, минус проблемы по кишечнику, восстановление цикла, естественно. Можно следующий слайд? А, да, там чуть не ус... Ну, это вот акт сожжения медицинской карточки. Был через 3 месяца концепции здоровья. Мне врач, которого я первая в Коралл привела, она говорит, спыли карточку, она нам не нужна. И, ну, как бы результат уже, я одним часто очень делилась, и сейчас, наверное, на закреплениях хочу сказать, очень важно то, что произошло за последний год. Видите, там вверху написано, мы пеклуемость про ваше здоровье. Я результатов сдавала на миллион тысячи просто гривен, потому что было очень много проблем. И последнее, которое случилось, это было начало года. Я сдаю раз в год анализы, перепроверяю свое здоровье с концепцией... Ну, то есть я постоянно на концепции здоровья, уже практически 3 года. И мне анализы приходят, вплоть до того, что завтра будет онкология. Я такая, стоп, типа как? И вот это как раз вот та красивая лаборатория, где написано, что мы пеклуемся про ваше здоровье. Я звоню с перепуганными глазами наставнику, говорю, куда бежать, что делать? Я прошла у своем городе за один день 7 врачей, и потом еще на следующей неделе в общей сложности это было... Ну, это был вопрос по гинекологии. Это было 13 врачей, которые сказали, один и тот же итог. Делаем операцию в срочном порядке, при которой ты, в принципе, ну, вряд ли сможешь забеременеть. И я такая, нет, ну, не может такого быть. Ну, я же на концепции здоровья. Ну, это в принципе нереально. И я понимаю то, что я не верю врачам. Я этот момент отлаживаю. Я выбираю самого лучшего онкогинеколога в Киеве. Еду к ней. Она смотрит, говорит, так ничего нету. Говорю, в смысле? Ну, типа 13 врачей сказали делать срочную операцию. Говорит, так ничего нету. Говорю, я не верю. Давайте перепроверять. Мы берем, пишем запрос на лабораторию. За полгода выдают все вот эти стекла, все анализы. Мы перепроверяем. Я еду в институт раков. К трем врачам, потому что я этому не верю, мне еще нужно три подтверждения. Там абсолютно опробергают это все. И когда мне задают вопрос, а какие анализы на паразитов задавать, мне просто хочется, у меня нервный тик после этого случая. Я понимаю то, что я подать никуда на апелляцию, либо на жалование не могу. Какой итог этого всей истории? Если бы не концепция здоровья, если бы не уверенность в том, что я делаю, я пошла еще за вторым, после второго врача и сделала операцию. Непонятно бы, чем это закончилось. И так делают очень многие. То есть концепция здоровья дает насколько сильную уверенность в том, что мы делаем, что у нас есть вот железнобетонная уверенность в том, что нужно еще перепроверить. Потому что врачи, я их очень уважаю, я с ними работаю, но они доверяют больше лабораториям. А лабораториям могут ошибаться, все могут ошибаться. Потому что, ну, если есть какой-то момент, с ним нужно разбираться. Вот если не концепция здоровья, если бы, я даже больше сказала, если бы не мышление, которое дает концепции здоровья, ну, наверное, то уже, если бы я не была в Карале, сделала давным-давно операцию, и очень много моментов. И еще вот такой, напоследок маленькая фишечка. Девушки сейчас любят увлекаться астрологией, психологией, расписанием там вот этих всех натальных карт. Вот у меня по этой карте здоровье вообще на нуле. То есть я, в принципе, родилась, за 23 года жила по больницам всегда. И вот у меня на этой карте тоже здоровье в нуле. И когда мне там сказали, вот несколько лет назад к тебе что-то пришло такое, с помощью чего ты могла восстановить здоровье и помогать людям. Это человек, который не знал, чем я занимаюсь. Ну, то есть коралл как бы, да. То есть у меня, в принципе, все пути, абсолютно все вели в коралл. И очень сложно, конечно, говорить то, что коралл – это для здоровых людей и только для здоровых, потому что у нас целая куча результатов. Но мы стараемся идти то, что это профилактика. Ни в коем случае не лечение, но вы сами видите, какие результаты дает. Потому что поэтому только концепции здоровья. Самые любимые продукты, конечно же, коллаген и билурон. Без них просто невозможно. Это самые вкусные. Поэтому мы продукт кушаем. На меня иногда смотрят, как на какую-то неуравновешенную. Но я помню свое количество таблеток, гормонов, антибиотиков. И мне есть с чем сравнить. И по ценовой политике у меня в корале выходит в раз 8 так дешевле. И вот хорошее до-после. Все, всем спасибо. Спасибо, Аня, большое. Действительно, продукт, как говорят, не работает только в двух случаях. Если мы на нем экономим и если мы его не пьем. Правильно? Мне когда люди, вот я воду вашу пью, пью, что-то не помогает. Я так смотрю, думаю, вода должна закончиться уже неделю назад. А как же ты ее пьешь? У меня еще есть. Я говорю, ну, если мы не хотим получать результат, не нужно начинать. Субтитры сделал DimaTorzok